Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео я собрал самые интересные скрытые функции которые появились в iOS 11.2 и более свежих прошивках. Некоторые эксклюзивные штуки для iPhone X и напомню о парочке позабытых фич. Так что будет интересно, устраивайтесь поудобнее. Свайповое открытие режима многозадачности в iPhone X подразумевает что вы либо тянете палец от нижней части дисплея вверх и удерживаете его, либо тянете вверх, а затем вправо. Но оба этих способа довольно медленны относительно следующего варианта. Куда быстрее сделать свайп от левого нижнего угла по дуге вправо и еще раз, медленный способ и быстрый. Если у вас религия позволяет держать виртуальную кнопку Assistive Touch в интерфейсе, как это очень любят азиаты, то я покажу как ее запрограммировать как профи. Откройте настройки, основные, универсальный доступ, Assistive Touch. И после ее активации перейдите в раздел меню верхнего уровня и удалите значки оставив лишь один. Таким образом мы расчистили поле для одной функции нашего виртуального прыщика. Тапайте по иконке и выбирайте функцию, к примеру пункт управления. Возвращайтесь назад и программируйте одиночное, двойное и так далее нажатия на разные функции. Теперь больше не нужно тянуться до верхней части дисплея чтобы открыть пункт управления или переходить в режим удобного доступа. Главное грамотно расположить кнопку Assistive Touch, а уже затем можно использовать двойное и тройное нажатия по этой кнопке. Пользуясь случаем хочу напомнить, что функция удобного доступа с уходом кнопки домой никуда не пропала. На iPhone X достаточно включить эту опцию и сделать свайп вниз в нижней части дисплея, как весь интерфейс двинется в нижнюю часть и позволит не перехватывать устройство чтобы дотянуться куда-либо. А вы знали, что смайлики можно не только прикреплять к сообщениям в iMessage, но и масштабировать их простым жестом пинч-ту-зум. Ну вот, теперь будете знать. В штатном приложении подкасты появился таймер сна. Удобная штука, зачем нужна надеюсь рассказывать не надо. Не забыли и про важную опцию по окончанию этого выпуска. Только самый ленивый не знает, что если тапнуть по часам в любом длинном меню, будь то настройки или вкладка в Safari вы сможете быстро прокрутить страницу в самый верх. В iPhone X эта фича также работает. Просто дотроньтесь до выемки, которую некоторые так ненавидят. Срабатывает эта штука правда с первого раза не в 100% случаев. Функция 3D Touch имеет право на существование как минимум за счет возможности быстрого перемещения курсора по дисплее. Невероятно удобно. Многие в комментариях спрашивали про то как выделять текст при помощи этого жеста. Признаться, я сам к этому не сразу пришел. Делайте глубокое нажатие и курсор перемещается. Наводите на нужное слово, с которого будем делать выделение и еще раз делайте сильное нажатие. Далее уже выделяйте текст. Разумеется все действия выполняются не отпуская пальца. После выделения просто сделайте короткий таб и появится функциональное меню. Когда вы нажимаете и держите кнопку удаления текста скорость удаления букв через несколько мгновений увеличивается. Однако есть более быстрый способ. Если ваш iPhone поддерживает 3D Touch просто нажмите Backspace чуть сильнее и вы получите тот же результат, но уже сразу. Теперь я расскажу о трех способах выключения десятки смартфонов с iOS 11.2 на борту и более свежей версии прошивки. 1. Удержание клавиш увеличения громкости и функциональной клавиши. С этим способом вы увидите не только слайдер выключения, но и ползунок экстренного вызова. 2. Поочередное нажатие кнопок увеличения и уменьшения громкости, а затем нажатие на функциональную клавишу и удержание ее. Отобразится просто слайдер выключения. 3. Третий способ актуален для всех устройств. Раньше чтобы включить iPhone необходимо было нажать и удерживать кнопку питания. С iOS 11.2 достаточно только нажать кнопку питания чтобы iPhone включился. На этом все, спасибо за просмотр, лайк и приведенных друзей. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео. Пока-пока.